Экономика должна быть экономной. Помните, такой странный, если не сказать, бредовый лозунг был при Брежневском периоде в СССР. Так вот, в современной России современные экономисты пошли в своем маразме еще дальше. И утверждают, что люди массово берут кредиты не потому что нищие, а просто от хорошей и богатой жизни. Один уточняющий вопрос, честно говоря, вот листал, когда готовился. Вот смотрите, в 2019 году здесь на форуме, просто вот уточнить, понять просто хочу, вы заявили, люди берут кредиты не от хорошей жизни сейчас, это в 2019 году было, причиной роста кредитов низкие доходы людей. И я, честно говоря, был с вами, вот, например, в отличие от Максима Станиславовича, был полностью согласен. Он-то был не согласен, а я был полностью согласен с вами. По данным российской же статистики, как минимум 50 миллионов россиян живут в долг. Это больше трети населения страны. И понимая роста долговой нагрузки, ухудшается способность населения выплачивать эти кредиты и займы. Тем временем, глава Центрального банка Набиулина на голубом глазу врет. Россияне просто уверены в завтрашнем дне. Но в апреле этого года вы сказали, что причиной наращивания потребительского кредитования, даже в условиях высоких ставок, является рост доходов. То есть в одном случае причины низкие доходы, в другом случае у нас, оказывается, причиной является рост доходов. У вас нет ощущения, что здесь некое противоречие, движение в разных направлениях? Не, ну казалось бы, это парадокс, но действительно, в жизни люди берут кредиты и от плохой жизни, и от безысходности, не хватает доходов. И от хорошей жизни, от того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас, да? ДНРовскому косплею на голома не место на ютубе. Ну, разве что в нашей программе. Широко известному в узкорусских кругах блогеру Васильеву заблокировали канал на вражеском ютубе. Пожалуй, самое крутое в этой новости – это причина блокировки канала «Зетника». Запрещено публиковать контент, в котором несовершеннолетние, младше 13 лет ведут трансляцию без, видимо, просмотра взрослых. Ютуб. Это пиздец. 13 лет. 13. Младше 13 лет. То есть я младше 13 лет. Клоун-нацист Рогозин попутал берега и полез критиковать святую путинскую корову – Питерский международный форум. Участие в котором принимает и сам диктатор. Экс-главе Роскосмоса, видите ли, не понравился пир во время чумы, устроенный на полях форума. Хочу передать слова бойцов после боя, что мы, блядь, за вас очень рады. Ох, и с огнем играет этот Рогозин. Что-что, а устранять слишком много болтающих россиян, путинские ФСБшники всегда умели. Как думаете, стоит ли ждать очередного несчастного случая? Пишите свои комментарии, с удовольствием почитаю. А также не забывайте лайки, подписки на наш канал и колокольчики. Для вас мелочь, а нам приятно.